здравствуйте меня зовут федор васильев и это девятый урок видеокурса лендинг page для начинающих и мы с вами в этом уроке будем делать планшетную версию нашего сайта перед этим я хочу сказать несколько слов о том о чем я забыл упомянуть когда мы с вами делали сайт несмотря что у нас блоки тянутся во всю ширину основной контент это картинки а тексты описание кнопки они у нас должны входить вот в эти рамки 960 пикселей то есть вот эта крайняя рамка синяя это у нас 960 пикселя мы можем в этом удостовериться кликнув правой кнопкой мыши за пределами нашего нашего лендинга где-нибудь вот в этой серой области правой кнопкой мыши и свойства страницы и вот здесь вот ширина страниц у нас 960 это окно у нас появлялась а точнее эта настройка у нас появлялась в самом начале когда мы с вами первый раз открыли adopt news и наш первый сайда зачем нужно в эти рамки чтобы у нас весь текст входил чтобы за это за эти рамки у нас ничего не заходило вот так же можете обратить внимание что у меня текст не заходит за рамки все сайты сделано в adopt news они не имеют адаптивной структуры другими словами адаптивным дизайном и блоки не будет подстраиваться под ваш монитор да конечно же если мы сделаем планшетную мобильную версию то наш сайт будет отображаться корректно и там и там но если зайдет человек с компьютера например ноутбука с маленьким монитором очень маленьким монитором 960 пикселей по ширине это как раз та золотая середина чтобы сайт весь хорошо смотрелся то есть человек уже не увидит вот эти вот блоки по краям на маленьком мониторе да он будет обрезаться но нам самое главное чтобы у нас не обрезалась информация кнопки вообще весь сайт основной поэтому вы должны это понимать и следить за тем чтобы у вас не выходили картинки кнопки тексты вот за крайние рамки и еще один момент я на этом лендинге не стал делать так как у меня кнопка купить она ведет у меня на основной магазин там у меня все предусмотрено не забываем размещать телефоны если что-то продаете да то есть свой контактный телефон наверху как правило располагают телефон в правой части сайта вот где например у меня сейчас написано лендинг п еще тогда я здесь можно поместить телефон ну также если есть логотип конторы логотип как вы знаете всегда слева да вот знаете если нажимаю на кнопку купить я поставил ссылку который ведет на мой магазин здесь соответственно есть все телефоны mail все наверху все как положено о таких моментах сбывать нужно и прежде чем приступить к созданию планшетные и мобильной версии вы должны полностью закончить сайт вот здесь то есть для основ основная версия подумайте что вы могли забыть может быть счетчик прикрутить или еще что то полностью надо сделать потому что как правило контент полностью добре дублируется в планшетной или мобильной версии и соответственно мы будем переносить все отсюда просто будем там что-то уменьшать подстраивать и так далее так как у планшета и у мобилы экраны гораздо меньше да чем у компьютера теперь приступаем непосредственно к созданию планшетной версии открываем программу adobe news итак открыли adobe news открыли проект свой который вы создавали перед тем чтобы открыть сайда вот он у меня уже здесь открыт во вкладке вас должно быть вот такое окно вот находясь в таком окне здесь вот будет такие кнопки компьютер плюс планшет плюс телефон мы нажимаем плюс планшет и у нас всплывает окно первое что мы делаем выбрать из мы выбираем из компьютера то есть вашего компьютера все картинки файлы которые вы использовали при создании вашей лендинг page он будет копировать оттуда здесь то две галочки мы их оставляем копирует заливку браузера мы не ставим сайте если мы поставим галочку нас тут всплывает предупреждение но здесь вот предупреждение написано почему то есть какие могут быть тут вот ограничения да в общем на ваше усмотрение здесь ставить или нет я оставлю и нажимаем ok здесь единственный момент я может быть сам что-то не так делаю в идеале должно быть так весь контент он должен перенестись смотрите сейчас у нас открыто с вами видно что смотрите кнопка планшета она такая более темная значит сейчас открыто у нас именно планшетная версия но вы видите вот здесь в миниатюре у нас только заливка у нас нету если мы два раза сейчас перейдем именно уже в сайт создание на планшетной версии да то есть я сейчас ее открыл у нас только заливка произошла но файл не перенеслись картинки я сам не знаю почему так поэтому я всегда потом руками просто все выделяю и переношу может быть я тут что-то не так делаю также здесь можно переключиться компьютер если мы кликаем на кнопку мы сразу видим у нас тут все наполнено да это наша компьютерная версия планшет телефонную версию мы об этом позже поговорим вот смотрите значит вы переходите компьютер кликайте два раза по миниатюре вот здесь кстати во вкладках тоже подписано домашняя планшет домашний компьютер смотрите перед тем как все скопировать нам мы переходим слои убедимся в том чтобы у нас не было замочков заблокированных слоев иначе они не перенесутся мы снимаем блокировку если таковой имеется и также проверьте чтобы вас все глазики были включены чтобы вы не запутались ли что-то не забыли если что-то не нужно какой-то лишний слой можно прямо здесь вот так вот выделить слой правой кнопкой мыши например так вот потянуть и навести вот тут есть такая корзиночка вот я не буду удалять навели на корзиночку а мышь отпустили слой удалился смотрите значит можно как сделать и просто горячими клавишами на клавиатуре control а выделить все у нас с вами все выделилось как вы видите теперь мы нажимаем control c это скопировать сейчас весь сайт скопировался в буфер обмена переходим домашний планшет и control в на клавиатуре вот у нас должно все встать все скопировать здесь наверху здесь есть такое знаете уменьшение масштаба у нас стоит по умолчанию сто процентов можно поставить 50 чтобы как бы издалека посмотреть как у нас это все перенеслось видно что все встало как есть единственное встали по размеру заливки то есть вот эти блоки зеленый блок видно что он никуда не уезжает и сразу визуально смотрим смотрите вот у нас не умещается здесь например вот эти иконки да мы здесь делаем в 2 ряда то есть 2 на один ряд и 2 еще ниже соответственно блок будем увеличивать вот еще один момент здесь важно при создании планшетной или мобильной версии нельзя чтобы вас за края вот нашего каркаса нельзя чтобы уходила даже прозрачная область то есть вот смотрите вот например моя картинка я сделал так что я полностью вхожу да но видно что рамка у фотографии это прозрачная она заходит за край у нас весь дизайн развалится в предпросмотре или уже если он будет у вас залит на хостинг где-то в браузере откроете через планшет весь дизайн развалится может развалиться даже из-за одной картинки если у она у вас где-то залазит за край даже прозрачной области то есть если мы делаем компьютерную версию там нет таких как бы моментов если где-то чуть залезет он просто обрежется в мониторе например текст или картинкой и дизайн весь не расплывется от этого а здесь вот есть такой нюанс что вы должны проследить за тем чтобы у вас все четко входило то есть ничто не вылазил за края не прозрачную область не тем более сама картинка или текст сразу если палитру вы не удалили она вас копировал в принципе она здесь вам уже не нужно вы выделяете кнопку клавишу дэвид удаляем отсюда она нам уже больше не понадобится и в самый низ промо то увидите как далеко внизу у нас копирайт разместились что если вы потеряли у вас что-то не перенеслось сначала уменьшите масштаб планшетной версии можете прямо здесь выставить 10 процентов чтобы вот так вот увидите далека и вы сразу видите какой объект у вас куда-то далеко тому улетел и потом просто его наверх поднимите чтобы они не потерялся принципе я выставляю сто процентов мы сейчас с вами начнем здесь все ровнять сожалению нельзя сделать предпросмотр в браузере но вот у меня не получается например сделать предпросмотр точнее у нас получается но мы будем видеть какую-то некую картину я не знаю я давно не делал просмотр news у меня обновился возможно будет смотреться хорошо когда мы блоки все выровняем а вообще я планшет смотрю вот так смотрите когда он более-менее показывает хорошо но когда мы все выровняем все сделаем значит находясь на вкладке домашний планшет здесь есть такая кнопка просмотр если мы нажмем ее то просмотр идет самой программе и вот здесь уже видно кстати вот как раз таки вам показывает у нас все обрезается все в принципе растеклось это все потому что у нас с вами блоки не выровнена и здесь можно выбрать ориентацию то есть изменение то есть когда планшет же можно повернуть и у нас автоматически меняется экран то есть здесь можно просмотреть и ориентацию и можно выбрать устройство как на каком устройстве будет смотреться если приведены я так понял самое популярное устройство вот предпросмотр можно закрыть значит ну и давайте потихоньку все это дело ровнять начнем сверху берем наш заголовок и наш заголовок сначала мы выровняем так чтобы края у нас также четко входили в наш каркас правой кнопкой мыши если мы свойства нажмем ширина планшет у нас идет 768 вот в принципе давайте вот это все дело ровнять вот так выровняли нам нужно чтобы у нас было в одну строчку до соответственно мы выделяем текст двойным кликом нам нужно уменьшить размер 36 видно что это мало можно конечно в две строчки если у вас очень большое предложение чтобы буквы не казались мелкими если очень мелко то в принципе делайте в две строки и вот подбираюсь я делаю 33 чтобы более менее определить так как я хочу чтобы у меня был в одну строчку значит подложку также мы пока выравниваем так как мы видим это потом мы в предпросмотре если что подправим соответственно картинку здесь я скорее всего тоже немножко ужму здесь можете сделать так если хотите картинку оставить такой мы делаем ее например по центру а тексты кнопку купить делаем ниже ну в принципе мне больше нравится если я сейчас картиночку ужму все равно как бы ее видно вот и соответственно с текстом тоже здесь надо поработать нужно его как-то ужать чтобы он смотрелся вот смотрите видите вот если я текст вот так вот например делаю что нельзя чтобы у меня заходил как я уже говорил поэтому я прижимаю до края браузера вот наверное все таки подниму я повыше чтобы кнопочку купить более менее симпатично разместить опять же сейчас мы просто накидываем таким образом контент как бы черновую делаем работу мы все выравниваем нам на скорую руку все делаем так чтобы у нас ничто не вылазил за края потом делаем предпросмотр в самом значит программе да и уже визуально смотрим там уже корректируем опять же смотрите как заблокирует слой я вас учил здесь хорошо будет заблокировать задний слой закрепить мы движемся сами дальше вот и с вами мы давайте сделаем так вот эти две крайние иконки я полностью выделяю немножко в сторону отодвигаю теперь я выделяю две эти у меня выделилась заголовок поэтому я его тоже закрепляю чтобы он мне не мешал и выделяю наши значит иконочки так здесь также можете определить центр вытянув направляющую с края значит здесь разблокируем задний слой теперь так как нам нужно его сделать шире это все я выделяю и зажатым шифтом двигу ниже у нас высота сайта автоматически при этом увеличивается вот я сделал пространство чтобы немного вот так увеличить а кстати обращаем внимание вот сейчас очень часто такое бывает смотрите я весь контент строю за пределами сайта своего вот это видите ползунок появился и вот он а сразу я извиняюсь я это не проконтролировал у меня это все наверху соответственно это ничего не будет видно это все должно располагаться вот здесь вот на нашем вот этом сайте видно да что у нас за пределами то есть наверх вот эти этот весь блок так бывает ничего принципе страшно вот это все делаем мы выделяем и двигаем вниз чтобы нас было место чтобы мы поместили верхнюю часть сайта вот смотрите я сейчас сделал 50 чтобы убедились видите вот верхняя часть за пределами сайта то есть ползунки они должны быть на самом верху также вот они имеются внизу вот у нас тоже не стутую у лес наш подвал текст который должен размещаться в подвале принципе ничего страшного мы сейчас это все дело так просто выделяем а при этом слой у меня был один заблокирован сейчас я его разблокирую здесь так заходим слои проверяю чтобы не был у нас заблокированных слоев вот у нас один как раз тут заблокированный опять я все выделяю и двигаю вниз зажатым шифтом просто стрелкой на клавиатуре вот значит двигаем дать до такого уровня чтобы у нас смотрите вот так вот к верху прижалась да и появилась красной линии то есть она ровно прижалась к самой верхней планки так теперь вот этот момент значит я выделяю наши иконки и закрепить чтобы они нам не мешали вот эта вещь у нас тоже закрепляется и соответственно вот это все хозяйство мы спускаем ниже чтобы нам это не мешало так я делаю опять сто процентов вот и теперь продолжаем работу так разблокировать разблокировать так выстраиваем по центру разблокировать и делаем чуть больше нашу заливку иконки размещаем также ниже смотрим как будет лучше смотреться и соответственно поджимаем немножечко нашу заливку да у нас с вами центральной линии стать не по центру вот сейчас она у нас по центру то есть мы от центров по центральной линии так у нас тут две направляющих одну я убираю вот таким вот образом так дальше я подвигаю наш картинку здесь у меня еще сверху лежит заливка отодвигаю немножко текст чтобы я мог двигать так закрепляю слой чтобы мне не мешал и двигаю сверху меня полупрозрачный есть блок значит теперь двигаю верхушечку за свой заголовок и соответственно здесь нужно поработать с текстом так управление на передний план текст у меня был не на переднем плане поэтому я сейчас выкинул на передний план так здесь я его уменьшаю до самого начала каркаса планшетной версии до с этого края не прижимаю что был небольшой отступ кое-где текст у меня перед перенесся в принципе ничего страшного главное здесь немножко вот так вот сделать вот значит нижний блок я подвигаю к верху да кстати здесь можно еще немножко значит текст я закрепляю чтобы он не мешал чтобы я мог двигать другие слои так также это закрепляют дело мне нужно задний план сейчас подцепить чтобы вот он тоже закрыл вот этот пространство можем посмотреть слои а вот таким вот образом значит себя я тоже выравниваю текст у меня здесь не умещается из того что у нас ширина ограничена поэтому я немножко делаю вот так и вот так и здесь это как-то дело ровняем чтобы было более-менее ровненько вот видите можем блок равнять им юс нам автоматически подсвечит что и сверху снизу нас 74 пикселя то есть от края до края поэтому мы так и оставляем ну в принципе подвал я уже разместил на место в принципе все блоки мы с вами выровняли давайте делаем предпросмотр так что мы видим у нас здесь надо поработать с текстом текст надо уменьшить под ложечку сдвинуть дальше ну здесь опять же смотрите а такой нюанс здесь уже визуально смотрится вот картинка здесь смотрится не очень так как мы быстро все набросали кнопка большая значит я здесь увеличиваю картину двигаются я сдвигу кнопку чтобы смотрелось хорошо дальше идем с кнопочками у нас здесь с иконками вроде все нормально список уроков стыки все нормально и здесь принципе все хорошо принципе смотрите вот таким вот образом мы делаем с вами значит планшетную версию до смотрим также ориентацию как смотрится и так далее можете на разных устройствах смотреть но в принципе показывает везде все одинаково вообще в идеале желательно если у вас есть планшет проверять потом на планшете потому что здесь может не сто процентов выдавать результат вот это вот этот вот предпросмотр в адоб news и так я в принципе урок на этом заканчиваю я сейчас уже без вас корректирую такие нюансы где я считаю что у меня тут криво что-то не красиво стоит главное до вас я донес информацию как это все работает как это все делается выравнивайте свой сайт я на этом с вами прощаюсь а мы с вами увидимся в следующем уроке наверное трудно представить себе современный лендинг пейдж сделанный в адоб news без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 видит делаете лендинг печь делайте их круто а прозор прозор вы ��